Всем добрый день! Всем привет из Восточного Подмосковья! Хочу вот вам показать наши березки, наше красивое небо голубое, с облачками нежными такими. Вот такая погода у нас сейчас стоит. Подмосковье тепло, солнечно. Уже неделя, вторая. Нет дождей, сухо, тепло. Вот настоящая золотая осень. Но вот и пока тепло и солнечно и сухо, хотела вам показать, как я буду накрывать свои розочки. Розарий вот этот новый. Кто не заходил ко мне на канал, кто попал впервые, скажу два слова. Что розарий сделан был в этом году весной 2021 года. И здесь посажены розочки весенней посадки. Заказ был сделан на весну. И вот все розочки я посадила сюда. Ну вот хотела вам начать показать, с чего мы начали наше укрытие роз. Ну это, во-первых, я сделала, обязательно подокучила и сделала подсыпку под все розы. Потому что, знаете, я не заглубляю шейку. Я уже говорила. И все время она у меня наружу. А на зиму я все время присыпаю ее. И, в общем-то, зимуют они не очень плохо. Хорошо зимуют. И, в общем-то, всегда я так делаю. У нас очень важный участок. Я не заглубляю никогда прививку. Никогда не заглубляю. Ну вот такой вот мы сделали. Небольшой, пообразный такой заборчик. Посмотрите, здесь вам видно хорошо. Три трубы просто сварили и выставили вот такой вот заборчик небольшой. Вот эти вот розочки две, которые вот у меня сейчас здесь видно на переднем плане, все пригнутые уже. А это вот у нас осталась одна грант гала, чайно-гибридная. Посмотрите, метр восемьдесят набрала рост. Вот такая огромная, хотя заявлено девяносто на розы боке. Сейчас покажу вам еще цветок у нее остался. У меня здесь один красивый-прекрасивый. Это вот ее второе цветение. И жалко их обрезать. И посмотрите, какой лист красивый. Такой вот хороший-хороший, не больной лист. Они у меня в этом году совершенно не болели. Совсем не болели эти розочки. И, в общем-то, я вчера обработала их бордотской смесью однопроцентной. Слегка обработала. И сегодня вот хочу немножечко уже делать сооружение, потому что погода хорошая, не ждать дождя. На той неделе обещают уже дожди. И хочется немножко сохранить их в таком вот сухом виде и сделать укрытие пораньше для этих роз. Отцвели они уже давно у меня. Пригнула я их уже недели-две назад. Говорила, что ничего обрезать не буду. Ни листья, ни побеги. Все, что нарастили розочки мои, с тем они уйдут в зиму. Ну вот, посмотрите, вот такие перекрытия. И потом сверху буду делать вот такое же покрытие сверху. То, что есть у нас на даче, то, что нашли. Всякие сетки, доски и так далее. Сверху буду вот так накладывать. И решила, знаете, что купила, конечно, спонбонд. И старые у нас есть. Всего полно у нас там. И накрываем ведь все. И огурцы, и все остальное. И старые, и хорошие. Все есть. Ну вот, нашла еще у себя, знаете, что? Нашла от старой палатки такой вот материал остатки. Вот такой материал. Вот это у меня северная сторона этого розария. Вот так я вам покажу еще. Вот так она смотрится. Вот. И решила, знаете, что сделать. Думаю, почему бы не использовать эту ткань. Она тоже такая с пропиткой. Знаю, что воздухообмен, конечно, совершенно плохой здесь будет. Но не все полностью закрывать хочу. А сделать просто вот северную сторону закрыть. И крышу сделать. Крышу. Набросить вот этот материал. Сейчас покажу вам, как я хочу. Я покажу вам. А вы мне потом напишите, посоветуйте вообще. Как это все будет выглядеть, я не знаю. Хочу оставить просто открытые торцы. И пока, 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 это пока нет морозов, конечно. Это я вам говорю на время дождей. И пока еще вот мы совсем же не укрываем розы. Вот прям сейчас прям плотно-плотно. Это будет, когда начнутся у нас морозы. До минус пять стабильно. В общем-то, вот так вот хочу накрыть я ее, вот эту тряпочку. Вот. А потом, когда уже начнутся заморозки и розочки готовы будут уже перезимовать, я вот хочу вот эту штучку поднять. Поднять ее. То есть крышу закрыть. А торец, вот этот вот торец, и торец, и боковой торец, сделать ее спонбондом. Вот. И я думаю, достаточно будет воздуха и для роз. Ну и хорошо, что будет крыша такая плотненькая. И не будет сильно промокать вот это вот вверх. Ну вот решила так. Хочу попробовать. Не знаю, насколько это будет практично. И хорошо ли будет розочкам под этим материалом. Не знаю. Но хочу так вот попробовать. Отвернуть можно и много, и мало. Как хотите, можно отвернуть. Материал есть. Ну вот, просто нашла вот эту тряпку. Попалась она мне на глаза. Плотная такая, хорошая. И думаю, попробую-ка я вот все-таки сделать крышу для роз. Вот из такой тряпочки. У меня их две. И на этот розарик, и на эту сторону хватит. И вот на эту сторону. Вот там она лежит у меня уже готовая. Подготовили тоже вот решеточки. Сейчас все будем укладывать. Ну вот обрезать нужно будет еще гранд-галу. И черную магию надо будет еще подрезать. Еще хотела вам сказать, около вот наших пергол, у меня их три, растут тоже розы у каждой перголки. Здесь я сделала вот так. Согнула две металлопластиковые такие палочки. Соединили мы их. Сделала вот такое вот изобретение. И будем накрывать двойным спотбондом. Здесь то же самое. Вот три розочки будут накрываться вот так у меня. Вот. Ну есть еще и старый розарик. Самое главное до морозов воткнуть вот эти заборчики наши металлические в землю. Потому что мерзлую землю уже их очень сложно будет вбивать. Поэтому заранее все делаем. Потом только обрезаем то, что нужно. Обрабатываем, у кого не обработано. Делаем настил сверху вот этих железочек. И накрываем спотбондом. Это вот еще у меня браун шугар. До святая такая малявочка. Это спрейка. Немножко ее подрежу, уберу туда. Под навес попозже сейчас уберу. Ну и вот здесь боковушечка. Вот это тоже буду накрывать ее, конечно. Без внимания не оставим. Это знаете с чего? Это Бисентенер Дагио. Выдал вот такой вот здоровый побег. А завернуть в ту сторону я его не могу. Потому что он идет вот в эту сторону. Пришлось вот сюда почти на дорожку его выложить. Остригать не хочу. Прям такой хороший, вызревший. Очень хороший побег. Связала, пришпилила к земле. И в общем я его аккуратно-аккуратно накрою. Тоже сделаю вот такие металлопластиковые палки. Еще найдем. Это просто у нас вот оказалось несколько штучек. Надо еще будет приобрести и сделать здесь такое же вот укрытие. Вот для этого именно побега. Не остригать, не сгибать ничего не хочу. Пусть будет так. Весной все посмотрим, что выживет, а что отвалится у нас. Да? Бывает же такое у нас, такие зимы. Ну вот такое вот сооружение сделала пока сейчас. Будем заниматься. Нам дожди теперь не страшны. Все у нас почти готово. И наши красоточки будут спать спокойно в тепленькой такой туннельке. Ну, всем спасибо за просмотр. Всего хорошего. Хорошего настроения. Всем солнечных дней побольше. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok